Добрый вечер всем! Мы с вами, как всегда, с молитвой в сердце и на устах за наших солдат, за их благополучие и успех, за всех попавших в плен, находящихся в руках Хамаса, или сейчас уже неизвестно где и у кого, неважно, только чтобы они вернулись живые и здоровые. Мы молимся за весь еврейский народ, за разрешение этой тяжелой ситуации, очень тяжелой ситуации, мы иногда не совсем представляем, насколько тяжелая ситуация наша, молитва за всех и за выздоровление раненых. И я всегда напоминаю, что я посвящаю все свои занятия памяти и возвышению души своей жены, любого от Михаэля, семьи Гинсбург, которая около двух лет назад ушла из жизни, и которая была всю жизнь неустанным борцом за ценности еврейского народа, за репатриацию, за целостность земли Израиля и за духовные ценности. После такого вступления я хочу с вами поделиться, если у меня сейчас получится, в качестве введения мне представляется, что та война, которая идет, или точнее те чудеса, которые происходят на этой войне, это чудеса духовного плана. По большому счету нам как бы физически не нужно помогать, у нас есть силы разгромить любого врага с треском. Силы совершенно невероятные, потенциал израильской армии, которая сейчас раскрывается, так сказать, обнаруживается. Что нам нужно? Нам нужен дух, потому что без духа победить невозможно. Можно добиться военного территориального успеха в этой войне, можно разгромить врага. Но победа не измеряется всем этим, или не только этим. Победа измеряется тем, а что дальше? А как ты закрепился? А как ты использовал плоды этой победы? На самом деле это же критерии победы. Иногда говорят, выиграл сражение, а проиграл войну. Упаси Бог, не про нас будет сказано. Но это же есть. И вот здесь вот духовная составляющая, а что дальше? А как мы продвинемся дальше? Она играет совершенно принципиальную роль. И мне кажется, что Всевышний в этом плане как раз нам помогает и делает чудеса духовного плана. Вот я вам сейчас попытаюсь продемонстрировать то, что я имею в виду, случай, который меня совершенно поразил. Попробую поднять для вас, если у меня получится. Небольшой. Если начать с конца, привет вам от всех солдат из Азы. И то, что вы видели, двое ребят, молодых людей, сообщают то, что в доме в Азии, где до 1920 года, до погрома, который был во всей земле Израиля, проживала еврейская семья. И семья, которая там уже жила много лет, возможно, сотню лет и больше, жила в этом доме в Азии. Там была найдена книга Торы. Это невероятно то, что она сохранилась там. Мы, конечно, ее спрятали. Это невероятно, что наши солдаты добрались туда. И это невероятно то, что она была обнаружена. И это то, что мне кажется, то, что происходит. Всевышний делает чудеса, чудеса Духа или чудеса для нашего Духа, потому что только с этим проблема. Все остальное у нас как бы есть, присутствует. Чтобы не сглазить, как говорят. И, конечно, любое сражение и на физическом уровне требует молитвы, и надежды на Всевышнего. Все это понятно. Но то, что нам больше всего не хватает Духа, и Всевышний нам помогает. Он помогает нам избавиться от представлений, что мы здесь гости на этой земле, что мы пришли и оккупировали этот сектор Азии, уж нам совершенно не принадлежит напоминание, которое, я бы сказал, в хорошем смысле колет глаза нам. Это вот такая находка и такая смелость этих ребят, которые, несмотря на тот дух, который господствует в армии, как бы дух подавления Духа. Дух подавления Духа. Они вот сделали такое сообщение и поставили его в YouTube. Я не знаю, наверное, их командиры не очень рады, но, тем не менее, они понимают, что без этого невозможно. Это как бы то, что я хотел с вами поделиться. Это имеет отношение, безусловно, к нашим занятиям, потому что то, что я ищу в пророках, это Дух, Дух, которого нам не хватает. И сегодня я хотел бы сделать с вами некоторый такой реверс, или, если можно сказать, некоторое возвращение назад, урок повторения, но не совсем. Мне хотелось бы взять то, что мы с вами уже смотрели, изучали, и попробовать это посмотреть, а что пророк нам говорит, или то, что мы можем выучить для нашей теперешней, сегодняшней ситуации. И это не натянуто. Мы понимаем, что пророчество, оно очень многоплановое, его можно понять, из него можно бы вытащить много-много уроков. Некоторые уроки, они видятся ретроактивно, но они все равно, не то, что все равно, очень полезны. Да, мы после какой-то ситуации, мы начинаем видеть по-новому текст пророчества. Именно поэтому я с вами хочу вернуться к этому. И это очень-очень полезно для осознания самих себя и для уроков на будущее. Я попробую открыть с вами текст, который я приготовил, и мы попробуем его с вами разобрать. Вот два вопроса. Удалось ли нам, видели ли вы тот ролик короткий, который я поднял для вас, и видите ли вы сейчас текст. Текст я сейчас, конечно, сделаю на весь экран. Пожалуйста. Окей. Да-да, видимо, только без звука был ролик. А, ролик был без звука. Ну, хорошо. Это почему, я сейчас не знаю. Может быть, надо было на самом ролике звук включить. Окей. Но в любом случае, я вам объяснил, что там было. Да, здорово. Здорово. И почему-то это очень мало освещается. Я только от вас только услышал. Хотя я слежу за новостями. Да, скажем, такое сообщение должно было бы быть на государственном уровне. Но мы должны, но то, что я пытаюсь как бы все время сказать и самому себе тоже понять, это глубоко, главная война для народа. Может быть, не для тех, кто находится на передовой. Для них тоже. И они это прекрасно понимают. Главная война для народа – это война духа. Война духа. Есть дух чистоты, есть дух Торы, есть дух пророчества. Он совершенно необходим. Он не является как бы с марксистской точки зрения какой-то надстройкой, которой можно обойтись. Но она помогает кому-то что-то вбить в голову, кого-то привлечь к марксизму-ленинизму. Надстройка. Это совершенно не надстройка. Это для нас главное. Мы без этого никуда. И, к сожалению, безусловно, наша верхушка, она по-прежнему находится под влиянием духа нечистоты. И она, короче говоря, духа, так сказать, европейской культуры и политики, которая в такой проекции на Израиль выражается ничуть не меньше, как в создании двух государств, чтобы всем было хорошо, чтобы всем были равны, чтобы всем было равноправие, чтобы помочь слабым и так далее. Это этот дух равноправие, равноправие, равенство, поддержки слабого, слабый всегда прав. Это христианская вся доктрина, она захлёстывает Израиль, захлёстывает его верхушку. И то, что ей единственное можно противопоставить, это силу народа. Мы видим, мы видим с вами колоссальную силу еврейского народа, тех же самых солдат. И доходя до такого абсурда, что солдаты, попав в поселение Ницарима, которое было разгромлено, оставлено и разгромлено в период размежевания, попав в это поселение, они посадили деревья в знак того, что мы сюда вернёмся, мы вернулись, но мы здесь хотим закрепиться, мы хотим здесь пустить корни. Они с таким восторгом посадили деревья, поливали их из пластиковых бутылок, потому что, естественно, нет никакого подвода воды. И что? Того, кто организовал эту посадку, так сказать, за Тинчика, его хотели выбросить из армии. Хотели выбросить из армии. Ну, было слушание, был суд, решили оставить. Ладно, оставим. То есть мы можем понять эту совершенно, скажем, явную борьбу духа. Духа чистоты и духа нечистоты. В духе нечистоты тоже что-то есть. Дух нечистоты, он может вести в бой, он может проявить героизм, но он не приведет в конечном итоге никуда. Он не приведет никуда. Дух нечистоты, он и останется духом нечистоты. Эту тему можно развертывать очень долго. Я хочу постараться развернуть ее, может быть, на следующем занятии. Но очень бы очень просил как бы над этим задуматься. Важность духа и важность чистоты, важность чистоты духа. Вот она просто, да, наглядно видим глазами. И обратить внимание на то, что какие чудеса делает Всевышний, потому что говорят, что это первая война без чуда. Чудо, да, это не так. Это не так. Чудо духовное. Иногда чудо не бывает, к великому сожалению, без жертв. Но оно тоже чудо. Без того, чтобы все были защищены. Чудо, все защищены. Нет, бывает другое чудо. И можно говорить бесконечно о тех чудесах, которые произошли. Но самое главное – это чудеса духов. Хорошо. Значит, я постараюсь на это в ответ Михаэлю, что почему-то не распространяется и так далее. В Израиле только снизу, снизу от народа идет этот дух. А сверху его либо не понимают, либо дают. Давайте на Фейсбуке опубликуем это видео. И то, что вы сказали, это же здорово, что вы сказали. Я постараюсь. Тысячи людей будут смотреть. Это минимум. Я постараюсь сделать занятие просто по поводу духа. И показать через пророка Схарья, как он об этом говорит. О духе, о чистоте духа. Я понимаю, что иногда легче говорить без таких трудных примеров, как пророки. Но я все-таки за то, чтобы мы придерживались пророков. Они сами по себе, сами по себе привносят дух чистоты в нас. И поэтому я бы не хотел утрываться от текста. Я постараюсь все это сделать. И это, и другие примеры. Давайте мы с вами посмотрим, несколько возвращаясь назад, посмотрим, как можно увидеть стихи Еремиягу или что можно извлечь из стихов Еремиягу для нашей ситуации. И мы возвращаясь к второй главе, очень яркий момент. Как вы помните, ибо два зла совершил народ мой, меня, источник живой воды, оставили они и высекли себе водосборники, водосборники трескающиеся, которые не удержат воды. Тут образ такой, что можно было представить, что они наполнятся водой. Ну, хотя бы какое-то время можно было пить из этой воды, но предыдущее предложение говорит Шаму Шамаем, да, опустите, удивитесь небеса. Или можно сказать даже опустите небеса, да, то есть небеса не дадут воды, да, небеса не будут в треснутые водосборники наливать воды. То есть это дело совершенно пустое, которое не позволит даже на какое-то время запастись живительной влагой. И оставить источник живой воды можно понять по-разному, можно сказать, что оставить пророчество, оставить дух пророчества. И как мы с вами говорили через Мишлей царя, через Мишлей царя Шламо, да, что без пророчества народ не может существовать, да. Это как бы, грубо говоря, одной Торы не спасёшься. Её заповедями конкретными одной Торы не спасёшься, Торы решает проблемы человека, общины, семьи, воспитание детей, заповеди, все это прекрасно и так далее. Но народ не может без идеи, без мечты, без движения вперёд. А какая мечта, какая идея, если не соприкоснуться с пророками? И поэтому царь Шламо говорит, да, когда нету мечты, когда нету больше пророческого видения в народе, да, он идёт в разнос. И то же самое здесь, да, источник живой воды оставили Всевышнего, как, ну, можно сказать, как пророчество, как дух пожественный, да, вот, оставили этого и стали себя высекать в издосборнике, трескающиеся, да, своим разумом, своим пониманием. Одни так, другие так, да, если говорить о части религиозного мира, то отказавшись от видения нашего времени, от задач возвращения в землю Израиля, вопреки великим умам, вопреки великим умам, вопреки Вильнюскому Гавону, вопреки Мерсимка Инздвинска, вопреки тому же Хофицхайму, вопреки гению уровня Рамбама, которым является раб Аврам Ицхак Кук в светлой памяти, да, отказавшись от них, да, они своим умом, да, это люди, у которых было пророческое видение, не только Торы, но пророческое видение в каком образе, можно сказать, что они не были пророками, да, но они шли за этим, за ощущением времени, началом нового времени, особенно в Вильнюске Гавон, да, всё это оставили в стороне, всё это источник живой воды, да, Хазон, да, как говорит царь Шламо, видение, да, человеческое, воспитанное на пророках, пророческое видение, божественный дух, всё равно видение в будущем оставили, да, и высекают себе водосборники, да, давайте мы по-старому, давайте мы будем соблюдать Тору, как мы соблюдали, давайте мы откажемся от всех проблем, в том числе и от службы, и от службы в армии, давайте мы без каких-либо веских оснований, которые есть в Торе, без каких-либо, обратите внимание, что, обратите внимание, что служба в армии никогда не обосновывается Галахой, не говорится, что так-то и так-то там написано, и всё, иногда приведут Рамбама в таком плане, когда, когда это не выдерживает никакой критики, и всё, да, никаких других авторитетов, ничего не приводится, нет, никто не выступил никогда заявлением, с галахической точки зрения запрещено, запрещено человеку, или человек, который изучает Тору, полностью свободен от службы в армии, никто же не выступил с таким заявлением, это всё размахивание руками, А если мы смотрим Галаху, то мы видим, что это водосборники, которые высекли себе треснутые, и они водою не наполнятся, даже ни на минуту, ни на секунду не наполнятся водою, с этим нельзя жить, на этом нельзя выжить, может, индивиду может выжить, но в конце концов, он же тоже, он же часть этого глобального процесса, и он не сможет, не сможет на этом прожить. Я уже не говорю о нерелигиозном обществе, которое полностью оставило Тору и пытается жить своими соображениями до сих пор. Вот есть такой канал, называется «Спрашиваем профессоров», имеется в виду, что мы не обращаемся к раввинам, а спрашиваем профессоров. Ну, хорошо, да, вот я послушал, уважаемый человек, профессор, он нам объясняет, да, что у нас война совершенно не похожа на то, что было раньше. С 1948 года не было войны по принципу, как он сказал его словами, либо мы, либо они, да, и как бы ведущий, спрашиваем профессоров, он его спрашивает, ну, а как вот вы видите будущее? Ну, говорит, будущее может быть разным, конечно, у нас должен быть военный контроль над Азией, да, вот, в скобках, да, только военного контроля никогда не будет, он уплывет между пальцев, вот, и, ну, это мое мнение, это то, что он говорит, да, нужен военный контроль над Азией, да, мы им должны давать никакой свободы, вот, никакого, никакого коридора, связывающего, связывающего Азу и, как говорят, западный берег, простите за выражение, да, вот, не должно быть, да, вот, это он все говорит, вот, он говорит, но, возможно, другой вариант, есть народы, которые проявляли крайнюю агрессию, крайнюю бесчеловечность и потом стали миролюбимыми народами, и он приводит в пример Германию, да, я не буду вдаваться во все, как бы, во все подробности, я только хочу подчеркнуть, что это, опять же, высекание водосборников, да, трескающих, с которыми не удержат воды ни минуту, да, сама по себе это, сама по себе эта идея, спрашиваем профессоров, она же очень интересная идея, да, есть множество профессоров, да, есть профессора религиозные, да, профессор Кейдар, профессор Эльдат, да, пожалуйста, обратись к ним, образованные люди, да, но они пойдут с другой позиции, они пойдут с позиции еврейского духа, и они не будут говорить такие глупости, да, что Хамас, можно как-то перевоспитать Хамас, и он будет миролюбим, да, что-то типа, как это, китайского, да, воспитание заново, не перевоспитание, а воспитание заново, да, вот устраиваются лагеря, там, и заново воспитывают неблагонадежных китайцев, да, вот, вроде, вот, можно, может быть, он это имел в виду, я не знаю, да, сравнить Хамас с Германией, честное слово, да, это просто, просто, просто недалекие люди, то, что всегда получается, когда отрываются от Торы, от Торы полностью, да, тот же профессор, есть нерелигиозные люди, которые проникнуты национальным духом, да, не религиозные, я не думаю, что они не верующие, упаси Богу, да, ну, просто, как бы, позиционируют себя, как нерелигиозные люди, это Гай Бехор, да, прекрасный совершенно комментатор и ведущий, да, вот, есть глубокие люди, религиозные, нет, нужно вот, нужно спросить того, кто придерживается духа, европейского духа, духа, когда оставляют, дух, который проистекает из того, что оставляет источник живой воды и стараются высекать себе водосборники, я подчеркиваю еще раз, что это может быть и в религиозном мире, и это может быть в нерелигиозном мире, в нерелигиозном мире это просто уже выглядит какой-то, в данной ситуации это выглядит какой-то абсурд, да, как-то профессор Кейдар сказал, что тот, кто на Ближнем Востоке не учитывает в политике религиозный аспект, он ничего не понимает в политике, не в религии, а в политике, да, как ты на Ближнем Востоке можешь, как ты Ближний Восток можешь сравнивать с Германией, как ты можешь сказать, я бы, я бы, я бы, я даже бы это не принял высказывание, да, что даже не принял бы это высказание, что у нас война либо они, либо мы. Нет. У нас война либо наш дух, либо их дух, да, то что либо мы, либо они, это еще не победа, это не победа. Если их дух останется жить, если их дух останется проникать в нас, или их дух, или европейский дух – это не победа. И, скажем, можно сказать, что то, что я вам сказал, притянуто за уши. Мне так не кажется. Мне кажется, что это, как я вам сказал, высказание пророка очень многоплановое. И оно здесь, оно вот как бы в таком плане, оно позволяет нам понять, да, то, что я вам сказал, это как бы не просто выводы, когда я сидел, думал, а выводы, которым подтолкнул пророк. Выводы, которым подтолкнул пророк, мне кажется, что это отсюда вытихает. Теперь, пробираясь дальше, фраза, к которой я возвращался, мне кажется, она очень глубокая. Это четвертая глава. Если ты возвращаешься, возвращаешься из Израиля, сказал Бог, возвращайся ко мне, если возвращайся ко мне прежде всего, и мы с вами говорили здесь, что да, отцев Рим пишет, возвращайся ко мне, это возвращайся к своему, возвращайся к своему былому величию. Возвращайся к своему былому величию. На всей территории Израиля. Если мы не привнесем эту идею хотя бы в какой-то степени, что эта земля дана нам Богом, и мы здесь не случайно находимся, мы здесь находимся как раз для того, чтобы такие страшные явления, как Хамас, не повторились во всем мире, не повторились, потому что это фашизм. В каком-то смысле, конечно, это еще больше, чем фашизм. Так мы здесь находимся для того, чтобы этого не было, для того, чтобы этого не произошло, если мы не привнесем эту идею. И если не вернемся или, по крайней мере, не очнемся именинными шагами возвращаться к былому величию, это не только военная мощь. Это государственность, четкая государственность во всех границах. Я бы ожидал от Рабанута, Рабанута Раши, от главного Равината, чтобы в конце концов проволосили границы Израиля с точки зрения святости. Границы, которые даны Богом, не людьми, не ООН, спасибо им большое за то, что они, в конце концов, нам разрешили быть здесь, но то, что мы объявили границы, которые даны нам Богом. И мы должны двигаться на наше величие. Это и, может быть, чуть ли не прежде всего, это справедливый суд, это милость, это стремление построить храм. Я даже не говорю уже прям конкретные шаги, но стремление, по крайней мере, построить храм. И осознание того, что зачем мы на этой земле пребываем. Это наше, да, если будете возвращаться, возвращайтесь к моему величию. Не останавливайтесь на половине. Не говорите то, что мы установим военный контроль в Азии. Или еще того лучше, как уже звучит, передадим Абасу, Фатху, передадим под управление по имени Азу. Нет, конечно, военный контроль будет наш. Ну, что бы, безусловно, военный контроль будет наш, как он и был. В каком-то смысле, на поверхности будет наш контроль, безусловно. А под землей из Синая и из Египта будут снова завозить оружие. И ничего, никакой военный контроль это сделать не сможет. Это же только заселение земли, да, и не только как с точки зрения бетхонии, как сказать, с точки зрения безопасности, да, а с точки зрения возвращения к былому величию, да. Былое величие – это и наше величие, и наше спасение, да. Нельзя останавливаться посередине, да. Скажем, да, вот раньше, раньше был среди израильских поселенцев, скажем, среди израильских поселенцев после войны 67-го года в поселенческом движении, да, был такой лозунг – еще горка, еще коза, да. Любой успех нас – это великое дело. Вот мы еще горочку захвачим, мы еще козу там одну пасти будем, и это правильно. Был, как вы знаете, до провозглашения государства, накануне провозглашения государства, было движение Хума у Мигдаль, да, Мигдаль у Хума – башня и стена, да. Возводится башня, возводится стена, все, начинается новое поселение, новое присутствие евреев на еще одном куске земли, да. Это замечательно, это все достойно уважения, но мы уже не там, мы уже не там, у нас не будет, у нас нету этого времени потихонечку ползком, бочком, чтобы никого не обидеть, да. Если будете возвращаться, Израиль, возвращайтесь ко мне, к Богу. В каком смысле? К Богу, который проявляет себя на земле, к своему национальному величию, да. Национальному величию в том плане, как мы с вами постарались обсудить. И если в правде, справедливости и в деле глагом будешь клясться, как жив Бог, тогда благословятся им народы, и им же будут славиться. Не будем сейчас вдаваться в подробности этого стиха, да, вот, может быть, следующий, да. Ибо так сказал Бог Ирушала ему и мужам Иудеи, распашите себе новую пашню и не сейте среди терниев, да. Вот, это то, что нам понятно, то, что нам необходимо сделать, нам на это было необходимо сделать сразу же после этой катастрофы, этой катастрофы, которая произошла, необходимо было создать комиссию, необходимо было все переворошить, необходимо было сменить всех, все главы военные и разведки, и Шабак, и Мусад, и Роматкаля, как бы, командующего, главного, верховнокомандующего или начальника главного штаба, все это мгновенно, мгновенно, да, вот, и не сделали. Когда-нибудь это надо будет сделать. Если мы это не сделаем, то мы останемся в том же самом, мы будем выращивать среди колючек, у нас ничего не вырастет, потому что все эти люди проникнуты чужим духом. Чужие, они могут быть хорошие люди, они пошли, то есть, как бы, в каком-то смысле, да, они пошли воевать, они воюют, они не... Они не... Роматкаль, начальник главного штаба, он не бережет свою жизнь, он все время на передовой, он все время на местах боя, чтобы быть в курсе конкретно, что происходит, да, все это прекрасно. Но дух чужой, и это никогда не вытрует. Все это, как командование прошло, вся верхушка командования, вся верхушка разведки прошла. Прошла обучение в Соединенных Штатах, да. Наши друзья, спасибо большое, да, но это, но в университетах, в военных академиях Соединенных Штатов господствует, господствует идея демократов, да. Это два государства для двух народов. Это как бы самое малое, как бы, да, то, что можно представить себе, да, в скобках, как мы понимаем, конец Израиля, да. Два государства для народов, конец Израиля – это та концепция, которая там господствует, которой они проникнуты, и которые никуда не могут уйти, и они будут ее продолжать, и поэтому нам, как народу, да, если мы хотим, да, если мы хотим прекратить, ну, я бы даже сказал, наше страдание, что там скрывать, мы должны распахать пашню заново, мы должны все это выбросить вместе с носителями этой идеологии, потому что их переделать невозможно совершенно, да, и начать выращивать новое. Выращивать новое – это непросто. Выращивание новое тоже может быть предвержено другим влияниям. Выращивание нового потребует большого труда, да, вот, но нету, нету никакой возможности, да. Это возвращение, да, это, если хотите, или хотите, или не хотите, или мы хотим, или не хотим, это возвращение к Богу. Нет другого возвращения к Богу, да. Чужой дух будет давить нас на всех фронтах, в том числе и в изучение Торы, потому что власть, господствующая идея, навязываемые доктрины, они проникают и в изучение Торы, так или иначе, да, проникают в бейтметраж. Понимаете? Да, обрежьте себя во имя Бога. Значит, что значит обрежьте себя во имя Бога? Уберите пелену, да, уберите пелену, снимите тупость сердца вашего, уберите тупость сердца вашего, да, потому что искренность, восприятие, чувствительность, да, искреннее восприятие, да, оно совершенно необходимо, чтобы, как бы, грубо говоря, не морочить себе голову и не пропадаться на удочку, да, чтобы не обманывать самих себя. Необходима искренность, поэтому после этой посылки, да, говорится, обрежьте себя, да, уберите всю свою нечестность, уберите замутнённость сознания, уберите это всё, да, это, как бы, да, то, что мы с вами смотрели более-менее теоретически, я попытался, скажем, повернуть в практическом плане, для того, чтобы показать и вам, и себе, что мы не даром совершенно бьёмся над этими текстами, иногда в теоретическом плане, но, как видите, мне, как представляется, очень можно их повернуть и в практическом плане, да, если вы скажете и можете сказать, так мы это так всё понимаем, да, это убедительность, которая просвечивает через слова пророка, она нам даёт уверенность, она нам даёт силы, да, идти и делать, или по крайней мере откровенно говорить о том, что, как бы, мы и сами понимаем, может быть, не знаю, да, вот, может быть, в таком плане. Да, вот, ещё очень интересный момент, да, пятой, пятой главы. Походите по улицам Ярушалаймы, посмотрите и разведывайте, поищите на площадях его, если найдёте мужа, поступающего справедливо, ищущего правды, я простил бы ему, да, вот, и мы с вами говорили через комментаторов, но не может быть, чтобы в Ярушалайме не было ни одного человека, который поступает правильно, судит правильно, торгует правильно, имеет правильные, правильные суждения, правильные взгляды на вещи, не может быть, чтобы не было ни одного человека, речь идёт о том, что походите по улицам Ярушалаймы, посмотрите, кто-нибудь говорит правильные вещи, неужели нету ни одного мужественного человека, да, конечно, есть, но что, просто их не слушают, и от них отворачиваются, да, Всевышний говорит, хотя бы одного, да, мы всегда знаем, что одного недостаточно, одного праведника недостаточно, но Всевышний говорит, найдите одного, которого слушают, хотя бы стоят, Качают головой Ну да, вроде что-то Есть в этом Вот найдите хотя бы одного человека Которого слушают Или точнее говоря найдите тех Кто слушает таких людей И я прощу Я бы просил Ирушала Просил бы Ирушала им Потому что есть надежда Если люди преклоняют ухо и готовы услышать Есть надежда Оказывается Оказывается людей Которые говорят Правду Их не так уж и мало И оказывается Что их совсем и совсем Не слушали И действительно если бы пройти Ирушала ему так Как вот видимо имеет ввиду пророк Очень трудного было найти Такого человека Который говорит правду В том смысле что он говорит Не бесполезно ее Что к нему прислушиваются Есть такие люди Не один И сейчас в новой ситуации Они вдруг прорвались Их стали слушать У них есть свои каналы Их приглашают Их приглашают на государственные каналы Это конечно все уже идет на спад На нет Как бы да Уже не так Не так Не так Не прислушиваются Но по крайней мере Они как бы Проявилось То что они То что они есть Достаточно это для нашего спасения Или нет Думаю что нет Есть такое как бы Ну послушали Потом да Как одна дикторша Слушая Маши Фейглена Она просто Когда он говорил Что от концепции Осло до сих пор Не отказались И не откажутся Она заплакала Замотала головой Да что вы Да Как же это можно Да Думать О каком-то мире с арабом О каком-то предоставлении Им какой-то автономии И еще более того Оружия После того как произошло Она чуть не заплакала Вот И Или даже заплакала Разговаривая с Машей Фейглендом Это Этот момент напряжения прошел Все пошло на спад Но тем не менее Я хочу отметить Просто этих людей Которые вдруг Проявились и говорят И до сих пор Они говорят правильные вещи И у них Их приглашают На государственные каналы И у них свои каналы На которые слушают Тысячи людей Да Вот я хочу их просто Отметить Прежде всего Это Машей Фейгленд Человек очень интересный Да Который Организовал Вдвоем Вместе Своим товарищем Таким же как он Сопротивление Настоящее сопротивление Договором Осло Которое Оно Проиграло Как мы видим Да Но оно В общем-то Реально Реально оно могло победить Было близко 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 К победе Я уж не говорю Сейчас здесь О воле Всевышнего И так далее Анализы Просто глядя Реальными глазами Да Пятьсоттысячная Демонстрация Пятьсоттысячная Полумиллионная Демонстрация Возле Здания Правительства Когда Чуть был не провал Здание Правительства Потому что Казалось Что это невозможно Эти договоры Осло Надо остановить Да Сейчас же Он руководил Этим делом Но он Не просто Руководитель Демонстрации Человек Очень глубокий Создавший Партию Зеуд Иудит Как сказать Еврейское Самосознание Может быть Да Можно перевести Да И тоже Это непримитивно Это довольно глубоко Еврейское Самосознание Он Политик Политолог Да Арабист Человек Глубочайших Знаний И он Начал Откровенно Говорить На На канале Не то Что начал Говорить Он говорил В общем-то Всегда Начали Слушать Начали Приглашать Да И Мы Видим Как бы Эту ситуацию Которую Которую Рисует Пророк Которую Нам скрывают Комментаторы Да Есть люди Которые Говорят Ну Пусть Говорят Да Емеля Мелит Там Да Вот Еще того Собака Лает Ветер Носит Пускай Да Вот И вдруг Да Вот И вдруг После этой Ситуации Оказалось Что Их готовы Слушать Я опять же Говорю Да Что должно быть Ничего нельзя Ожидать сверху Должно быть Очень сильное Движение Снизу Для того Чтобы эта ситуация Изменилась И в том числе Да Изменилась Чье мнение Является Главенствующим Чье мнение Является Чье мнение Является Приоритивным Приоритетным Да Чье мнение Это зависит от народа Вот И это уже Идет На спад Но тем не менее Тем не менее Такой всплеск Все-таки Был Это Машейк Веглин Который У которого Есть свой канал Совершенно Потрясающий Да Он называется Мелхемит Амикдаш Война За Храм Потому что И я здесь С ним солидарен Как бы это не казалось Нереальным И как бы Да Каким-то Таким Полетом Фантазии Мне кажется Что Эта война Так или иначе Она Загострится На проблеме На проблеме Храмовой горы Вот И он это Он это Озвучил И продолжает Озвучивать Никого не боясь Но это только Может быть Деталь Из того Что он делает И всех тех Правильных мнений И Которые он Высказывает Есть человек Совершенно Другого плана Не Нерелигиозный Это Генерал Вот Написано Алуф У него написано Здесь на табличке Мы с вами Будем Алуф Ицхак Брик Алуф Бремилуин Генерал В запасе Ицхак Брик У него есть Официальная Должность В армии Он Точно Называется Мивакер Контролер Он Охрип Охрип Убеждая Указывая На все Недостатки Недостатки Армии Предсказывая То что То что Произойдет И сейчас Он начал Говорить Об этом Открытое И его Слушают И его Не останавливают Не видят В этом Какого-то Какого-то Политического Подрыва Подоплека Может быть И видят Но невозможно Остановить Это Невозможно Такого человека Сейчас Заткнуть ему Рот Потому что Это Потому что Все То плачевное Состояние То плачевное Состояние Армии А главное Концепции Армии Концепции Опять же Того же Духа Концепция Армии Как он утверждает Была совершенно Ошибочная Он говорил Об этом Постоянно Концепция То что Хамас усмирен Он хочет Покоя Он хочет Длительного Перемирия Ничего Не произойдет Это Концепция Или дух Дух Совершенно Порочный Дух Я бы сказал Развратный Дух Который Был В армии Он и привел К этой Трагедии Он боролся С этим Духом Человек Не думаю Что он опять же Неверующий Это трудно сказать Но человек Как бы Формально Нерлингиозный Он боролся С этим Духом Совершенно Совершенно Отвратительным Лишь бы Нам было Спокойно Лишь бы Ничего не делать Лишь бы Да Вот И Он говорит Обо всех Недостатков Которые Были Оказывается Он говорил Все время Просто Его никто Не слушал Да Всевышний Говорит Ну пройдите Пирушала ему Да Наверное Услышите Людей Которые Говорят Да Но Вы найдите Хоть одного Которого Слушают Да Это Потрясающее Потрясающее Замечание Пророка Потрясающее Раскрытие Текста Пророка Комментариями Которые нам Помогают Опять же Высветить Ситуацию Может быть Понятную Но довести Ее До До Сознания Понимания Того Что То что Происходит Вот И вот Продолжение Слушай же Это народ Продолжение Этой посылки Слушай же Это народ Неразумный И бессердечный У которого Есть глаза Они видят Уши Есть Уши Есть Они слышат Меня ли Не боитесь Да Здесь момент Который Мы не затронули Потому что Я Многое пропускаю Но здесь Очень красивый момент Которому я Сейчас хочу Вернуться Вместе с вами Меня ли Не боитесь Сказал Господь Предо мною Ли Не трепещете Ведь я Положил Песок Границу Море Законом Вечным Которого Оно Не приступит И Бушуют Волны Но не Могут Одолеть И ревут Но не Приступят Его Мы говорили Об образе Песка В этот момент Мы затронули Я хочу Сейчас взять Вот эту картину Которую Дает нам Весь этот Весь этот Пасук Весь этот Стих Что мы Здесь Понимаем Что это за Обращение Такое Всевышнего Меня ли Не боитесь А я Положил Песок Границу Мы говорили О том Что Образ Такой Что еврейский Народ Является Песком Который Как бы Ну так Зрительно Как бы Иногда Может показаться Вот Зрительно Что он Сдерживает Волны Моря И какими Они бы Не были Большими Они накатываются На песок И откатываются Обратно Часть его Уносят Часть песка Под водою Да И вот Образно Можно сказать Что Песок Не дает Морю Залить Всю Всю Сушу Совершенно Не требуется Физически Реально Реально Иногда В пророках Это просто образ Зрительный Такой образ Вот И И вот Эта посылка Она довольно сильная Меня ли Не боитесь Да Вот Посмотрите То Что Существует Постоянно То К чему Вы Привыкли То Что Еврейский Народ Он Продолжает Существовать После того Как Все Так Сказать Его Современники Не Современники А Как Сказать Сверстники Да Как Его Сверстники Исчезли Их Нету Этих Народов Нету Есть Названия Иногда А Народа Нету Нету Ни Римской Империи Нету Ни Вабилона Нету Ни Персии Да Всех С кем Мы Сталкивались Их Уже Не Существует Да И В этом Мире Который Готов Готов Как Море Море Просто Обрушится На маленький Остров Обрушится На нас И захлестнуть Что в нас Не было Мы Продолжаем Существовать Да И что Же Вы Что Же Вы Да Вот Все Эти Академики И все Понимаете Да И это Люди И тот Кто Себя Оппозиционирует Как Нерелигиозный И те Кто За Европейскую Культуру И те Кто Хотят Стереть Все Различия Между Между Полами И уж Конечно Иногда Между Человеком И животным И уж Конечно Между Еврейским Народом И всеми Народами Что Вы Все Евреи Которые Вы Этим Заняты Вы Меня Не Боитесь Вы Посмотрите Вы Существуете Только Благодаря Мне Это Что Реальная Ситуация Это Реальная Ситуация То Что Вы Продолжаете Существовать На Этой Земле Где Скрещиваются Все Конфликты Вы Что Не Видите Вы Что Существуете Благодаря Мне Вы Меня Не Боитесь Если Если Я Уберу Свою Руку Вас Не Будет Это Обращение К Всевышнему Это То Что Хотелось Бы Сказать Многим Частям Израильского Общества Вы Что Вы Просто С ума Сошли С ума Сошли Вы Не Видите Где Вы Живете И Чьей Силой Вы Живете Это То Что Хочет Сказать Сказать Пророк Я Еще Приготовил Несколько Моментов Нам Никто Не Запрещает Продолжить Этот Разговор На Следующем Занятии Прежде Чем Мы Возьмем Новую Тему Мы Можем Посмотреть То Что Мы Уже С Вами Учили В таком Плане Если Конечно У вас Будет Желание Сделать Такой Еще Один Небольшой Урок Повторения Вот Я Сейчас Снимаю Шея И Жду Ваших Вопросов Замечаний Реплик Пожалуйста Все так Равзиев Двигается Все С Божьей Помощью Двигается И Хорошо Что вы Это Говорите Есть Движение И Я Верю Что Это Будет Продолжаться Конечно Конечно Но Да Всевышний Спасил Безусловно Но Ему Ему Надо Помогать Это Вы Знаете Этот Вы Знаете Этот Классический Ну Да Да Классический Пример Да 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 Может Л Может Л Может Бог Сотворить Камень Который Он Который Не Сможет Поднять Да Это Вот Ответ Который Я Предлагаю Да Может Да Вот Один Не Поднимет А вместе С нами Поднимет Хорошо Ладно Что-то Есть Еще Что-то Хочется Высказаться Скорее Реплика Чем Вопрос Говорят Обязательно Обязательно Да Да Говорят Что Человек Боится Всего На свете Кроме Всевышнего Вот Все боится Абсолютно И За исключением Всевышнего Наверное Так Свобода Выбора Только так И может Реализоваться Это правильно Кроме Всевышнего Я бы Я бы Я бы Все-таки Сказал Несколько Несколько По-другому Да Вот Это В общем-то Так Как вы Говорите Как бы Это сказать Да Человек Настолько Боится Всевышнего Настолько Боится Потерять Себя Да Что Он Предпочитает Его Не Замечать Да Предпочитает Его Не Замечать Вот Как-то Так В принципе То что вы Говорите Это Совершенно Верно Просто Мне кажется Здесь Есть еще Какой-то Подводный Камень Еще Какой-то Глубокий Ход А так Конечно Это Очень Верно Да Интересно Хорошо Спасибо 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 Очень Интересно Я надеюсь Что Я надеюсь Пример Обязательно Я вам Могу Целый Список Да Не все Они Говорят Не все Они Переводятся На русский Да Есть Где-то Какие-то Титры Если вы Имеете Ввиду На Иврите То Пожалуйста Да Конечно Есть Просто Можно и на Иврите Можно и на Иврите Умные Основательные Основательные Люди Взвешенные Да Которые Являются Просто Можно сказать Носителями Идеологии Я бы сказал Носителями Духа Еврейского Духа Просто Да Хорошо Обязательно Постараюсь Или Я На почту Постараюсь Сбросить Посмотрю Как получится Спасибо Хорошо Мне Пожалуйста Тех Которые Порожки Тех Которые Порожки Нет Вы решайте Сами Кто хороший Нет Я могу Предложить Со своей Стороны Я Категорически Против Чтобы Вы Воспринимали Мое Слово Как Это Как Окончательную Какую-то Черту Как Абсолютную Истину Я Вам Рекомендую Вы Там Сами Смотрите Хорошо Ладно Спасибо Большое За Внимание Окей Всем Спасибо Счастливо Пока Спасибо 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 Спасибо.